Неделя прошла под знаком нескольких событий. Для Украины это было выяснение отношений между Залужным и Зеленским, для Европы долгожданное утверждение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, для США ожидание решения администрации Байдена по Ирану, а для России, как и положено, зоне, ворочающейся на обочине, главным событием стало обсуждение возможной экстрадиции из Таиланда группы B2 по требованию российского консула Соснова. Кстати, этот Соснов удачно монетизировал свою должность, открыв для своей жены фирмочку по торговле за гранпаспортами. В общем, по итогам бодания группа была отправлена в Израиль, где мытарства музыкантов закончились. Конфликт между Зеленским и Залужным вышел на новый уровень в четверг вечером, когда CNN опубликовала текст главкома ВСУ, в котором он обозначил свое стратегическое видение развития войны. До сих пор Зеленский утверждал, что никакого плана ведения войны у Залужного нет, а теперь получается, что план есть, а все дело в политическом руководстве, которое не вполне адекватно оценивает происходящее. Текст Залужного дает ответ на вопрос, что же предлагает главком ВСУ. Осталось дождаться реакции Зеленского, который будет вынужден сделать свой ход. Мир следил из реакции администрации Байдена на удар террористов по американской базе в Иордании. Глава Пентагона Остин в четверг, отвечая на вопрос о том, почему Соединенные Штаты до сих пор не отреагировали на этот удар, заявил, пришло время лишить их еще большего потенциала, чем раньше. Мы хотим привлечь к ответственности людей, которые за это отвечают. И мы также хотим убедиться, что мы продолжаем лишать их возможностей по мере того, как мы движемся вперед. И стало понятно, что решение принято, и США нанесут свои удары по иранским целям в самое ближайшее время. Саммит ЕС, прошедший 1 февраля, наконец-то поставил точку в теме выделения Украине 50 миллиардов европомощи. Орбан был вынужден отступить перед натиском глав 26 европейских стран. Впрочем, он изрядно успел помотать нервы и оттянул решение на достаточный срок, так что в Кремле могут быть довольны. А еще там могут восхищаться покорностью обитателей скотобазы, бросившихся расхваливать спойлер кандидата Надеждина. Рабам не приходит в голову, что это обычный спойлер, вышедший на замену поюзанный Собчак. А Навальный, как и положено агенту, опять призвал прийти на голосаевище. Но сунуть в пенек за любого, только не за Путина. Этот легитиматор фашистского режима уже давно превращен системой в некий тумблер. Надо включают, надо выключают. Механизм по манипулированию бесконвойниками отлажен и работает безотказно. Телефонный опрос Глубинариев показал, 60% респондентов считают, что мероприятие пройдет честно. Это уже даже не тупость, это полная деградация. Понятно, что перерождение крысы коллективный Запад признает нелегитимным, после чего с пещерой вовсе перестанут разговаривать, кроме как на тему войны. Изнутри будет доноситься злобное медвежье рычание, а снаружи топтаться нехилая группировка, вооруженная до зубов на случай выползания бешеного зверя наружу. Времени у Путина не так много, ему нужна передышка, пока все не посыпалось. До первой авиакатастрофы гражданского лайнера остались считанные дни. Самолеты ломаются так часто, что каждый рейс может стать потенциальным полетом групповых камикадзе. А после первой такой катастрофы и вовсе разверзнутся врата в ад. И это не говоря о лифтах, которые тоже начнут рушиться вместе с пассажирами. Набиулина держит схематомику из последних сил, делая вид, что ничего катастрофического не происходит. Хотя на самом деле все уже произошло, и этот поезд, летящий к обрыву, уже не остановить. Стоп-кран не работает. Неизвестно, как Путин дотянет до Пенькова дня. Одно совершенно точно. Сразу после переучреждения он будет вынужден закрыть зону, жестко переформатировать интернет в чебурнет и объявить мобилизацию, потому что разыграет карту нападения на российский Калининград. А это означает войну с НАТО и Западом. Переучреждение же ему необходимо только для того, чтобы заручиться официальной поддержкой населения и ткнуть цифрами в сторону Запада. Вот видите, у меня карт-бланш от народа, мандат абсолютного доверия. Аз есмь царь. Таким образом, участие в этом фашистском мероприятии, где бы оно ни проходило, превращает всех голосующих в заказчиков большой войны, в ее соавторов и соучредителей. И коллективная ответственность после него становится неизбежной. Она и сейчас-то очевидна, но после мартовских Пеньков станет исторически зафиксированной. Украина обозначила цену войны, которую должна заплатить Россия на сегодняшний день. Один триллион долларов. Понятно, что это без учета того ущерба, который расисты нанесут Украине в будущем, ведь они отступать не собираются. В ответ на эту цифру Кремль только верещит о незаконности изъятия активов России, замороженных за рубежом, угрожая в ответ отжать западные активы, застрявшие в пещере, стоимость которых может достигать 288 миллиардов долларов. В принципе, сотрудничая с постсовками, западные коммерсы должны были понимать, куда они суются. Но им так хотелось получить свой кусок пирога на огромном рынке дикарей, что мысли о рисках затмевали ожидания прибыли. Так что не жалко, пилите, мохнатики, пилите. На фоне нагнетания Кремлем ядерной истерии, Великобритания впервые с 2016 года проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане. Испытание запланировано на 4 февраля. И это тоже показательный аттракцион для Путина, который должен убедиться в том, что у бритов все летает и в случае необходимости прилетит непременно. А Путин в это время рвет и мечет, сажая разработчиков своих гиперзвуковых ракет, которые оказались пшиком. Арестовано уже 12 яйцеголовых, и это далеко не финал. Следователи докладывают лично Путину о том, как продвигается расследование. Причем задача не найти виновных, а показательно посадить несколько человек в каждом институте. Россияне и так после вторжения в Украину подсели на снотворное, а тут, наверное, нужно будет увеличивать дозняк, ибо суровые годы уходят, за ними другие приходят. Они будут тоже трудны. Надежда на Трампа, конечно, греет пацанов, но в США, в отличие от дикой зоны, выборы есть, и они честные. Но хуже всего то, что они непредсказуемы. А еще чертов Верховный суд США может опустить шлагбаум перед рыжей паклей фаворита, и вместо него от республиканцев пойдет Ники Хейли. С этой упоротой рейганисткой не договориться, и она способна повернуть компанию таким образом, что престарелому Байдену станет совсем тяжко. Путин понимает, что главный ресурс, время, у него заканчивается. Он, привыкший играть в долгую, наматывая кишки противника на кулак, попал в жесткий цейтнот. И в таких условиях ему придется оперировать тем ресурсом, который у него есть. Живое мясо плохого качества, изношенная инфраструктура, кое-что из остатков советской техники, включая ракеты. И, конечно же, пропаганда. Но его термиты сожрали зону изнутри, оставив изрядно покосившийся фасад, за которым бродят, как самнамбулы, покорные массы, готовые по приказу вождя пойти куда угодно. Тем более, что их путь всегда имеет конечную остановку на кладбище. А уж когда зоновский состав к ней подъедет, одному дьяволу известно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова